Привет друзья! В этом видео мы поговорим про гидрокомпенсаторы, почему они стучат и что с этим делать. Также я расскажу про самый простой способ устранения стука гидрокомпенсаторов, поэтому присаживаемся поудобнее, наливаем чаёху и смотрим это видео до конца. Ну а прежде чем я продолжу, хочу напомнить про свой канал на Яндекс Дзен, там так же как и на Ютуб выходит видео, а еще там выходят стадии на автомобильную тематику или все что связано с гаражом. Буду всем там рад, все ссылки в описании под этим видео, ну а мы продолжаем. Самая распространенная неисправность современных двигателей это стук гидрокомпенсаторов. Вот-вот пошел. Вот такая вот ребята история. Причин может быть множество, но в своем большинстве все они связаны с маслом. Причем сам стук гидрокомпенсатора еще не означает о том, что гидрокомпенсатор неисправен, причин может быть множество. Поэтому сегодня мы поговорим почему стучат гидрокомпенсаторы и что с этим в итоге делать. Давайте сначала поговорим о том, что такое на самом деле гидрокомпенсатор и как он работает. Гидрокомпенсатор это простое устройство для автоматической регулировки зазора клапанов, устраняющая необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор или как его еще называют гидрик представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании во внутрь моторного масла. Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает гидрик зависит от поступления масла и плунжерной пары. Отсутствие износа либо заклинивания. Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор? Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук – стрекот. С частотой вдвое меньше частоты оборота двигателя. Вот-вот пошел. Вот такая вот, ребята, история. Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя, или который стучит после прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть не слышен из салона автомобиля. Причина стука гидрокомпенсатора на холодную при непрогретом двигателе. Ну, во-первых, слишком густое масло. Слишком густое масло на непрогретом двигателе плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом. Вторая причина заключается в том, что забито загрязнением масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве масла, либо просроченном сроке замены моторного масла. А также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя. Третья причина – износ либо заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Такое бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло. Также бывает так, что гидрокомпенсатор стучит и на горячую, на прогретом моторе. Давайте рассмотрим причины, почему такое происходит и как с этим бороться. Ну, во-первых, такое бывает, когда заклинивает плунжер на пара гидрокомпенсатора. Такое бывает либо из-за естественного износа, либо из-за загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор теряет свою работоспособность. В этом случае зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит. Вторая причина может быть в том, что слишком малая вязкость прогретого моторного масла. В этом случае масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло, либо слишком жидкое моторное масло при прогретом двигателе сильно разжижается и легко вытекает через технологические отверстия. Ну и третья причина – это повышенный уровень моторного масла в двигателе. Может также происходить вспенивание моторного масла при вращении коленчатого вала или из-за попадания воды в двигатель. В этом случае следует проверить уровень моторного масла и пользоваться только качественными моторными маслами. Ну а самый простой способ устранения стука гидрокомпенсатора в двигателе – это, как правило, добавка присадки. В этом случае мотор не надо будет разбирать, никуда не надо будет лезть, ничего не нужно будет откручивать, просто добавить присадку в двигатель. Например, одна такая присадка есть у компании LiquiMole, хотя это не единственная присадка, которая подойдет для этих целей. Вот так эта присадка выглядит. Такая присадка промывает масляные каналы, устраняет загрязнение и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка загущает моторное масло, компенсируя естественный износ. Эта присадка добавляется в прогретое моторное масло, и полноценный эффект достигается после 500 км пробега. Есть еще и другие способы устранения стука гидрокомпенсаторов. Один из таких способов – это полноценная замена гидрокомпенсатора. Достоинство такого способа – это гарантированный результат. Ну а недостатки этого способа заключаются в том, что это слишком долго и дорого. Нужно учитывать тот фактор, что на некоторые иномарки нужно заказывать запчасти заранее, дождаться когда они придут и записываться после этого в сервис. Ну и кстати, на большинстве двигателей потребуются дополнительные затраты при замене гидрокомпенсатора на одноразовые детали, например прокладки либо герметик. Следующий способ устранения стука гидрокомпенсаторов – это полная промывка масляной системы специальными промывками. Достоинство такого способа заключается в том, что относительно недорого это все происходит. Ну а недостатки такого способа заключаются в том, что результат вам никто не гарантирует. Следующий способ устранения стука гидрокомпенсаторов подходит для запущенных случаев. Возможно в запущенных случаях потребуется замена масляного насоса или полная промывка масляной магистрали с частичной или полной разбором двигателя. Что такое стук гидрокомпенсатора и как с этим бороться мы выяснили. Но теперь осталось выяснить, что будет если с этим стуком продолжать ездить. Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то на таком моторе можно проездить довольно долго, без особых проблем. Но со временем двигатель начнет работать немного громче. С вибрациями упадет мощность и увеличится расход топлива. Ну а далее произойдет износ всего клапанного механизма. И в частности распределительного вала двигателем. А его замена – очень дорогое мероприятие. Тут как бы каждый сам решает, что делать в его случае. Но я в заключении хочу сказать – не спешите разбирать двигатель и искать там причину стука гидрокомпенсатора. Попробуйте просто заменить масляный фильтр и моторное масло на рекомендованные производителем. В принципе стук гидрокомпенсатор – это не резко возникающее явление. Оно начинает появляться постепенно, все больше о себе напоминая. Поэтому, если вы заметили, что на вашем автомобиле появился стук гидрокомпенсатора, не стоит паниковать. Некоторое время еще можно ездить. Но конечно не стоит затягивать с ремонтом. И еще, если не обращать внимание на стук гидрокомпенсатора, есть риск поломки головки блока цилиндров. Надеюсь эта тема была полезна. Если это видео вам понравилось, ставь лайк, подписывайся, нажимай колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Субтитры сделал DimaTorzok